Перед началом хотелось бы сказать, что данная книга является скорее мини-биографией самого автора. Так что если интересно узнать про его биографию, купи и прочитай книгу полностью. Я же выбрал моменты, связанные исключительно с техникой разговора. Также хотелось бы поблагодарить людей, кинувших донат. Ну и перейдем к самой книге. Книга 14. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Автор Ларри Кинг. Первая глава. Беседа. Для начала тебе нужно знать, что чем больше ты чем-то занимаешься и чем лучше у тебя это получается, тем больше удовлетворения ты испытываешь. Но для того, чтобы чему-то научиться, нужно знать основы. Готовясь к какому-либо важному событию и репетируя речь раз за разом, мы начинаем нервничать. И когда приходит наше время выступать, появляется такое ощущение, как будто рот забит ватой. И в итоге мы не можем произнести ни слова. Чтобы от этого избавиться, нужно начать говорить хоть что-то. После того, как вы услышите ваши первые слова, это придаст вам уверенности. Будьте честными. Скажите, что уступаете первый раз и очень волнуетесь. Попросите войти в ваше положение. Если тебя что-то беспокоит при разговоре, например, ты заикаешься, то скажи об этом. И после того, как ты откроешься, тебе не нужно будет как-то пытаться скрыть свой недостаток и думать о нем во время разговора. Ты успокоишься и мысли больше не будут путаться в твоей голове. Для того, чтобы обрести успех в навыке говорить, необходимо продолжать это делать, даже если поначалу ты чувствуешь неловкость. Не переписывайся в социальных сетях, а звони по видеосвязи. Чаще встречайся с друзьями и разговаривай с новыми людьми. Помни, чтобы научиться говорить, нужно говорить. Разговаривай вслух при каждом удобном случае – перед зеркалом, за рулем автомобиля, когда едешь на работу, или даже с домашними питомцами. Кроме того, следи за тем, как ты говоришь. Разговор перед зеркалом также поможет тебе устанавливать визуальный контакт с собеседником, так как ты приучаешься смотреть в лицо тому, с кем говоришь. Чтобы стать хорошим собеседником, тебе нужно иметь искренний интерес к личности человека, с которым ты разговариваешь, а также открытость. Беседа не будет удачной, если собеседник поймет, что тебе неинтересно то, о чем он тебе говорит. Откровенность же означает, что если ты хочешь, чтобы собеседник рассказал что-то о себе, ты должен поделиться с ним информацией о своей жизни. Так, обмениваясь воспоминаниями, вкусами и соображениями, мы знакомимся с новыми людьми. Глава 2. Первые шаги. Большинство людей от природы стеснительны. И чтобы преодолеть застенчивость при разговоре с кем-то, нужно напоминать себе, что перед нами такой же человек, как и мы. Неважно, какой он должен, стиле пола. Застенчивость легче побороть, если подумать, что собеседник, возможно, стесняется вас не меньше. И если же ты видишь, что собеседник, общаясь с тобой, стесняется, то найди приятную для него тему. Спроси о его жизни, увлечениях, работе. Люди любят, когда с ними говорят о них самих. Для начала разговора существует множество тем. Можно поговорить о погоде, о ближайшем спортивном событии, каких-либо природных катаклизмах, о детях, животных или об одежде, которые сейчас надеты на собеседнике. Избегайте вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет». Задав такой вопрос и получив короткий ответ, в большинстве случаев тема на этом будет исчерпана. Лучше задавайте наводящие вопросы. А вы как считаете? Какой, по вашему мнению, шанс вырваться в финал? Или почему вы купили именно эту машину? При этом слушай их ответы. Чтобы быть хорошим собеседником, необходимо быть хорошим слушателем. Многие люди пропускают мимо ушей или забывают имя человека, представившегося буквально 5 минут назад, потому что считают, что это не важно. Хороший же собеседник запоминает все мелочи и задает уточняющие вопросы на тот или иной ответ. Задавайте вопросы, на которые людям нравится отвечать. На протяжении всего разговора с человеком поддерживайте визуальный контакт. Но это не значит, что нужно не отводя глаз, пялиться на него. Третья глава. Светская беседа. Под светскими беседами подразумеваются корпоративы или свадьбы. Запомни, секрет умения вести разговор – это задавать вопросы. Например, вопрос «почему?». Почему вы переехали? Почему вы брали такую породу собак? И так далее. Но не стоит вести допрос с пристрастием. Возможно, вы больше не встретите данного человека в своей жизни. Поэтому не стоит расспрашивать его о его первой любви в школе. Если ваш собеседник настолько зануден, что тебе хочется завершить разговор, то просто скажи, что тебе нужно в туалет. Только перед этим не обводи взглядом весь зал, показывая, что хочешь как можно скорее уйти, а дождись паузы в разговоре. Вернувшись, можешь подойти к другому человеку и начать разговор уже с ним. Как направлять разговор? Выберите тему, которая заинтересует всех. Старайтесь избегать тем, в которых многие не разбираются. Старайтесь быть кратким. И высказав свое мнение, обязательно спросите, что об этом думают другие. Вопрос «что если» поможет в тех моментах, когда будет появляться пауза в разговоре. Как только это произойдет, спросите. Что если тебя выкинет на необитаемый остров? Что ты будешь делать? Начать разговор с незнакомым человеком противоположного пола порой бывает самым трудным. В данном случае просто будь собой. Например, если ты, подойдя к девушке, не знаешь, что сказать, и тебе неловко, то так и скажи. Я небольшой мастер и знакомится с девушками. И мне неловко начинать разговор с девушкой, которую я вижу впервые. Но мне хотелось бы с вами поговорить. Кстати, меня зовут Петя. В первые минуты постарайся узнать, чем увлекается ваш собеседник. Если вы чем-то увлекаетесь, спросите, поддерживает ли собеседник твои интересы. Если нет, то наверняка вам будет скучно вместе, так как разговаривать на неинтересующие тебя темы не доставит никому удовольствия. Поэтому извинитесь и поищите другого собеседника. Встречая знаменитых людей, помни, что они, как ни странно, тоже люди. Не стоит думать, что они не разбираются ни в чем, кроме своей профессии. Если вы узнаете, чем человек интересуется в свободное время, то сможете обнаружить, что он говорит об этом гораздо с большей охотой, чем о своей профессиональной деятельности. Не стоит быть банальным, говоря что-то типа «Я ваш самый ярый поклонник» или «Я всегда мечтал с вами встретиться». Это им говорят десятки раз на дню. Четвертая глава. 8 общих черт, характерных для всех хороших собеседников. Во-первых, они смотрят на вещи с новой точки зрения и имеют нестандартное мнение об известных предметах. Например, если человеку дать пластиковый стаканчик, он нальет в него воду. Если дать данный стаканчик креативному человеку, то он попросит еще и сделает из них гирлянду или светошар. Во-вторых, их отличает широкий кругозор. Они думают и говорят о вопросах и событиях, выходящих далеко за пределы повседневных интересов. Например, маркетолог может читать книги не только по своей профессии, но и про времена чумных докторов и т.д. Слушай окружающих тебя людей других профессий. Каждый человек может донести до тебя что-то новое. В-третьих, для них характерен энтузиазм. Во всем, что они делают в жизни, они проявляют страсть. Например, если вы говорите о только что прочитанной книге с таким энтузиазмом, что собеседник хочет приобрести ее и тоже прочитать, то вы на правильном пути. В-четвертых, они не говорят все время о себе. Чтобы поддерживать разговор, вы будете время от времени отвечать на вопросы. Но старайтесь, чтобы собеседник говорил чаще. В-пятых, они любознательны. Они не стесняются спросить почему. Они хотят больше знать о том, что вы им рассказываете. В-шестых, они умеют сопереживать. Они пытаются поставить себя на ваше место, чтобы сформулировать свое отношение к тому, что вы говорите. Если вы скажете, что у вас болит зуб, такие люди поддержат вас, а возможно и расскажут интересную историю, случившуюся с ними. В-седьмых, они обладают чувством юмора. Более того, наиболее интересные собеседники часто рассказывают смешные истории о самих себе. Но не стоит навязывать свои шутки, которые прервут суть разговора. Шутки должны быть естественным продолжением уже завязавшегося разговора. То есть не надо прерывать разговор фразой. Слушайте, сейчас я вам такой анекдот расскажу. В-восьмых, у них есть собственный стиль ведения разговора. У вас не получится скопировать стиль другого человека. Это будет выглядеть фальшиво. Поэтому ищите свой стиль. Пятая глава. Модные словечки и политкорректность. Старайтесь избавляться от так называемых слов-пустышек. Например, если человек в каждом предложении произносит «знаете ли» или «эээ», это довольно быстро делает такой разговор раздражающим. Как правило, такие слова человек встраивает в свою речь машинально, в силу привычки. Чтобы избавиться от этой привычки, прислушайтесь к тому, что вы говорите. Во-вторых, обдумайте заранее то, что вы хотите сказать. Многие вставляют слова пустышки, потому что не знают, чем закончить фразу. В-третьих, попросите кого-нибудь послушать ваш разговор и останавливать каждый раз, когда вы произнесете слово «пустышку». Шестая глава. Деловая беседа. Как выгоднее продать себя работодателю? Во-первых, покажите потенциальным нанимателям, чем вы можете быть полезны им. Расскажите, почему вы можете справиться с этой работой лучше, чем кто-либо другой. Для этого расскажите, что вы знаете и умеете, какие способности продемонстрировали на прошлой работе. Во-вторых, будьте максимально открыты. Постарайтесь показать потенциал, с которым вы будете относиться к работе. В-третьих, приходите подготовленными. Проанализируй главные сведения, которые хочешь сообщить о себе. Задай сам себе вопросы, которые могут быть заданы на собеседовании, и ответь на них. В-четвертых, задавай вопросы. Во время собеседования задавай вопросы о фирме, в которой собираешься работать. Если фирма является одним из лидеров своей отрасли, расспросите об ее успехах. Как разговаривать с начальником? Если начальник заявляет, что недоволен вами, скажите ему следующее. Я мог бы работать лучше, не могли бы вы мне помочь разобраться, чему уделять больше внимания? В данном случае начальник поймет, что вы готовы работать, и вам не наплевать. Если же ты начальник, то разговаривай с подчиненными так же, как бы ты хотел, чтобы твой начальник говорил с тобой. Поощряй подчиненных задавать вам вопросы. Тебе нужно, чтобы они точно поняли, что от них требуется. Не следует срываться на подчиненных, так ты навсегда испортишь с ними отношения. Также не следует за спиной одного сотрудника унижать его перед другим. Во время деловых переговоров не только ваши слова, но и облик и жесты должны производить впечатление успеха. Действуй так, будто ты ведешь переговоры с позицией силы. Ты можешь одержать верх, даже если твою позицию нельзя назвать выигрышной. 7. Ляпусы и как их пережить Если ты совершил ошибку на каком-либо выступлении, необходимо продолжать говорить, не беспокоясь о том, что ты только что сказал или совершил. Если вы начнете зацикливаться на этом, то будете совершать ошибки вновь и вновь. Помни, абсолютно все совершают ошибки, так что не расстраивайся, если это произойдет с тобой. Вспомни старую пословицу. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. 8. Как произносить речи Первым ключом для хорошего оратора является то, что он говорит о хорошо известных ему темах и не берется за те темы, в которых плохо разбирается. Так как если ваша аудитория более просвещена в определенной теме, вы можете быстро наскучить, и это может сказаться на вашей манере держаться. 2. Следовать правилу всегда будь готов Вам будет легче выстроить ваши мысли, если ты будешь придерживаться простой схемы. Во-первых, скажи, о чем ты собираешься сказать. Например, сейчас мы поговорим о котиках. Во-вторых, скажи это. Котики – это милые создания. В-третьих, скажи, о чем ты только что говорил. Мы поговорили о котиках, и сейчас переходим к другой теме. Если в самом начале разъяснить, к чему вы клоните, слушателям будет проще следить за вашей мыслью в основной части речи. 3. Подготовка Можно написать всю речь на бумажке, а затем зачитать ее с трибуны. Перед этим обязательно отрепетируйте несколько раз, чтобы вы могли чаще обращаться к аудитории, а не просто стоять, уткнувшись в бумажку. Многие записывают на карточках только основные тезисы. При этом они не привязаны к тексту и могут говорить более непринужденно. 4. Смотря на публику, не смотри в одну точку. Каждый раз смотрите в ту часть зала, которую еще не охватили своим вниманием, чтобы публика чувствовала, что вы обращаетесь к ней. 5. Даже если у тебя серьезная тема, включай в свою речь немного юмора. Но при этом ты должен знать, кто твоя аудитория. Если перед тобой целый ряд программистов, то шутка про химию мало к чему приведет. 9. Дополнительные замечания о публичных выступлениях Чтобы привлечь к себе внимание, иногда нужно сказать аудитории такое, что она не ожидает. Например, если вы выступаете перед правоохранительными органами, скажите следующее. Сейчас я выступлю в защиту преступности. После этого все внимание будет направлено на вас. 10. Как выжить в эфире Если вы набирающий популярность или известный человек, то вас, вероятно, пригласят либо на радио, либо на какой-либо канал, чтобы взять интервью. Не паникуйте. Вы сможете контролировать ситуацию в том случае, если уверены, что досконально знаете тему интервью и напомните себе о том, что знаете об этом больше, чем тот, кто сидит напротив вас. Если вам задают неудобные вопросы, вы не обязаны отвечать на все из них, или отвечать на них в подробностях. Если не хотите отвечать, переведите беседу на другую тему с помощью шутки. Если вы точно не помните что-то, то так и скажите, чем давать ложные ответы, которые легко опровергнуть. Будьте искренними. Если вас уличили в рекламе чего-то плохого, о чем вы не знали, признайте это. Но заверьте, что впредь вы будете тщательнее проверять, кого можно рекламировать. На этом очередная книга закончилась. Ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик и оставляй любой комментарий. Пока.